всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня хочу сделать вместе с вами себе левую ручку ноготкам моим на этой руке я даже не знаю мне кажется точно больше месяца потому что очень сильно они отросли и ноготки у меня растут очень быстро и вообще должна была была сделать коррекцию спустя три недели но к сожалению у меня не было времени поэтому ноготки так сильно убиты я как обычно беру свою фрезу спиливаю старый материал убирают слойки беру ножнички убираю длину так удобнее потом пилочкой все это дело начинаю подпиливать и придаю форму ноготкам форма у меня будет мягкий квадрат сейчас мне с этой формы очень удобно кстати у меня уже проскакивала в голове то что я хочу себе длинные ногти но пока терплю потому что с длинными очень много возник там нужен крутой дизайн она это у меня вообще нету времени но я тем временем отодвинула кутикулу и перехожу к маникюру маникюр я буду делать в этом видео аппаратный также беру фрезу пуля пламя и вычищаю птеригии приподнимаю кутикулу и шариком с синей насечкой я буду можно в принципе было бы взять и красную но я взяла с синей насечкой и буду аккуратненько убирать всю свою вот эту вот кутикулу лишнюю и кстати шаром работаю прям на минимальных оборотах где-то примерно 35 тысяч вот так вот так как кутикулка у меня нежненькая такая поэтому без всяких особых нажимов убираю счищаю и все у меня получается идеальненько вообще изначально я планировала сделать комби маникюр мой любимый но тут что-то подумала 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 и думаю ну ладно уж сделаем аппаратный тем более у меня ну как бы вообще идеально подходит кутикула для аппаратного маникюра также обязательно прохожусь по боковым валиком зачищаю их убираю всю огрубевшую кожу в общем делал классный маникюрчик ну по крайней мере меня устроил маникюр который я себе сделала напишите как вам маникюр который я себе сделал теперь беру пилочку и начинаю мотировать ноготки то есть убираю весь глянец ногтей обязательно нужно убрать весь глянец иначе будут отслойки берем вот такой вот шлифовщик и начинаем шлифовать в кожу вокруг ноготка делаю это сразу так как у меня от пила не будет я буду делать выравнивание которым я вам говорила кстати в предыдущем видео что это будет мы новая для меня фишка вот но для вас конечно же это будет не новая многие знают такую технику но я тоже как бы знала но не делала ее а тут решила и как бы у меня вот френч на моей правой руке прекрасно относится ничего не скалывается все держится идеально вот поэтому я решила сделать на второй ручке тоже самое беру праймер конечно же обезжирила обязательно убрала все 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 пылючку обезжирила нанесла праймер тонким слоем теперь наношу базу у меня это все от космо профи на нашу базу сразу на четыре ноготка тонким слоем теперь беру акриловую пудру у меня от born pretty у нее конечно она немножечко крупноватая но я слышала что элит 99 вот та прям мелко-мелко очень хорошо подходит но я пока буду ходить с born pretty потому что элитовская у меня пока нет я заказала жду но вы знаете и это носится превосходно прям вот пока я хожу вот с этим френчем у меня все хорошо то есть ничего пока не отвалилась все держится идеально с этим укреплением также сразу посыпаю на все ноготки базу я не просушивала посыпаю сразу на него два слоя так скажем точнее в два круга акриловую пудру напишите в комментариях какой пудрой вы укрепляете ноготки если укрепляете пудрой или быть может вы укрепляете обычной базы выравнивающим слоем и все я счищаю щеточка все лишнее беру бафик немножечко за бафи поверхность чтобы не торчали вот эти всякие крупиночки и опять все убираю щеточка аккуратненько и переходим к выравниванию ногтей тестирую я значит вот эту базу она вот такого красивого цвета вы знаете вот она у меня на ноготках где френч и мне она очень понравилась она выравнивается сама то есть все вообще идеально с ней и никаких сколов нету будем конечно тестить дальше а так пока вообще мне все устраивает и цвет и в носке ну а я наношу тоненький тоненький слой и ставлю капельку растягиваю ее до кончика ну и конечно же я все это буду поправлять уже кисточкой кисточка не из флакона буду доводить до идеального блика свой ноготок ну и конечно же делаю ноготки по одному чтобы у нас конечно же никуда не убежала база ну и тут я переворачиваю выравниваю 150 раз и получается не чешный ноготок такой да и в принципе все получились классные а цвет вообще шикарный просто я честно говоря даже не хотела его убирать но у нас будет дизайн беру я вот такой вот гель-лак белый он просто белоснежный и плотный два слой идеально просто и покрываю ноготки все ноготки этим белым гель-лаком вот очень девочки неудобно под камеры не знаю буду что-то думать как-то устанавливать по-другому штатив но очень неудобно под этой камерой перекрывать ноготки особенно под кутикулу поэтому показала вам на безымянном и залезла на кутикулу но это все конечно же я уберу сразу а так все перекрыла в два слоя белый гель-лак обязательно потом беру тоненькую кисточку и провожу под кутикулу гель-лак там где не прокрасила где боковые валики в общем все прокрашу чтобы у нас было красиво и не было никаких пустых мест девчонки а посоветуйте мне еще какие-нибудь базы камуфлирующие которыми хорошо выравниваются которые с красивым прям цветом под натуральный ноготок посоветуйте пожалуйста напишите в комментариях а я куплю и сниму также обзор и протестирую мне просто вот что-то прибило на эти базы так хочу прям заняться френчем конкретно ну и теперь пришло время дизайна беру потрясунел 704 добавляю на палитру это такой красивый нежным голубой на самом деле он чуть-чуть ярче у вас на самом деле он голубенький вот такой вот гель-лак еще один покупал на дубровке поэтому даже фирма не прочитала а язычок то заплетается у меня уже беру свою любимую кисточку для градиента и вот такие вот полосочки ставлю на ноготках просто вот такие вот элементарные полосочки это вообще простецкий дизайн но он мне очень понравился обязательно попробуйте его кто не пробовал смотрится он офигенно на ноготках и подсушила я это дело все и также розовым с обратной стороны точнее не с обратной а рядышком и всю эту красоту сушу в лампе но это конечно же еще не все теперь я беру голографическую золотую фольгу она придаст этому дизайну просто красоте не по чуть-чуть отпечатываю на ноготке прям не сильно не переборщите потому что тогда не будет видно вашего голубого и розового по чуть-чуть прям и так на всех ноготках напишите в комментариях пробовали пробовали вы делать такой дизайн как вам понравился также потом отправила в лампу буквально на 15 секундочек подсушить в автоматом рука пошла вот и подсушила все это дело и перекрываю топом без липкого слоя у меня алоэ филипп классный топ запечатываю все торцы и все это дело сушу и вот такая вот красота получилась я кайфу от этого дизайна делала мамина миндаль тоже очень круто смотрится и на квадрате и на миндале напишите как вы мои ноготочки понравились спасибо большое за просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальчик вверх пишешь